Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам, в Московский музей дизайна, в новую Третьяковку, Западное крыло. И сегодня мы продолжаем нашу образовательную программу в рамках выставки «История российского дизайна. Избранная» и выставка, элекционная программа. Все это возможно благодаря поддержке Фонда президентского культурных инициатив. И у нас каждый четверг интереснейшие лекторы. Я очень благодарна Ольге Костерю за то, что она согласилась сегодня нам рассказать о современном дизайне и о будущем. Есть ли будущее современного дизайна российского. Спасибо большое всем, что вы пришли. У нас по выходным экскурсии в три часа, в субботу и воскресенье. И, Оль, я приглашаю тебя и твоих друзей тоже к нам на наши мероприятия на экскурсии. Мы всегда тебе рады. И спасибо тебе большое, что ты к нам пришла сегодня. Я тебе передаю слово. Спасибо. Вечер добрый. Да, очень приятно видеть много знакомых лиц. И, как я последнее время все время говорю и думаю, что особенно приятно видеть незнакомые лица, потому что это значит, что в нашем полку пребывает и что интересующихся этой темой и темой современных интерьеров становится все больше и больше. Я, опять же, благодарна музею дизайна за то, что так, в общем, достаточно спонтанно получилось организовать здесь это мое выступление. Я, опять же, понимаю, что здесь есть серьезные профессионалы рынка и люди с разным бэкграундом, с разным подходом. Возможно, для кого-то я не скажу ничего нового, но очень надеюсь, что для кого-то я открою Америку. Ну, может быть, даже хотя бы приоткрою или скажу что-то. Знаете, или как вот я довольно часто слышу это о своих лекциях, и мне кажется, это действительно так. Я сама об этом думаю. Очень часто, когда я говорю то, что, в общем-то, лежит, ну, как-то даже в видимой плоскости, можно сказать, очевидно. Просто я это систематизирую, я это располагаю по пунктам, и иногда бывает просто важно понять, что вы думали точно так же, что у вас такая же позиция, угол зрения, и вы видите эту ситуацию так же, как вижу ее я. Ну, или я надеюсь натолкнуть вас на какие-то новые размышления, мысли и, соответственно, действия. Начать я хотела с того, чтобы сказать несколько слов о том, почему я здесь и кто я, почему я рассказываю вам вот об этом. Потому что кто-то меня знает и слышал, а кто-то, я думаю, слышит первый раз. Я историк дизайна и дизайн-критик, я с более чем 25-летним опытом работы. Моя профессиональная деятельность началась в специализированных журналах. В середине 90-х еще это были такие первые постсоветские журналы или даже советские журналы, потом первые новые российские журналы, потом первые западные журналы, которые пришли на нашу почву. И вот последние 11 лет я занимаюсь преподаванием, я изучаю историю дизайна и преподаю историю дизайна. Я рассказываю о современном дизайне, много выступаю, об интерьерном дизайне тоже, может быть, даже, не знаю, иногда чаще. Я была на 21-м миланском мебельном салоне и на множестве других международных выставок. И в том числе благодаря своей работе в журналах и издательствах я имела возможность, имею возможность общаться с людьми, которые делают дизайн в мире. Если вы меня спросите, кто это, то мне проще сказать, назвать какое-то количество имен, с кем я не встречалась и кого я не знаю лично. В основном все самые известные дизайнеры от Филиппа Старка, там и Марселя Бандерса, Карим Рашид, Патриц Суркиола и некоторые метры, в том числе уже ушедшие. Может быть, кто-то из вас знает такое имя, как Владимир Каган. Это был, в общем, мой большой друг, человек, с которым я провела достаточно много времени в разговорах. И, собственно, вот благодаря этому мне кажется, что у меня есть такой взгляд и изнутри на дизайн, и взгляд снаружи, и много информации и понимания о том, как устроен западный мир и дизайн в западных странах. Я их даже называю так страны с развитым дизайном, потому что, в общем-то, не принципиально, где находится эта страна, на востоке или на западе. Просто в то время объективно, когда СССР жил за железным занавесом и в СССР развивался свой такой ориентированный на советскую жизнь дизайн, на Западе развивался дизайн, находящийся в коммерческих условиях, в среде капиталистической, реалистической, будем называть ее так, бизнесовой. И шел он по другому пути, шло его развитие. Сама структура вот этой индустрии, этого бизнеса была другой. Я вижу определенную сложности, какую-то, может быть, даже проблему в том, что мы этот этап пропустили, и хотя вроде бы Советский Союз распался уже очень давно, но все равно вот это советское, постсоветское наследие во многом над нами давлеет и во многом определяет и ход наших действий, и ход наших мыслей, и мешает, достаточно часто я это вижу, что мешает какая-то вот такая, ну, зашоренность, какая-то узость взгляда посмотреть на эту деятельность, на эту сферу деятельности по-другому, более широко. Ну вот из того, что я прям вспоминаю довольно часто, когда я думаю об этом или когда говорю я о дизайне в современной России, я, например, хорошо помню, как Фабио Новембро несколько лет назад, когда он приезжал в Россию в один из своих приездов с выступлением в Крокусе во время итальянской выставки, он в конце лекции его спросили, в конце его выступления, я была как бы его спарринг-партнером на сцене, я интервьюировала его в прямом эфире, и когда в конце в самом его спросили, был вопрос такой из зала, кого из российских дизайнеров вы знаете, Фабио стал, ну не то чтобы краснеть, но в общем он стал немножко как бы мяться и говорит, что в общем-то ему очень стыдно, что он видит в России очень хороший дизайн, ну речь стала в основном о дизайне интерьеров, как показала практика, как показала его дальнейшая речь, но он не знает этих имен и никогда не видел этих проектов, и первое, что он вспомнил, он сказал, ну вот, например, вчера, вчера я был в прекрасном месте, которое достойно вообще всех, не знаю, там по самым лучшим западным стандартам сделано, и вообще в Милане нет такого места, как то место, где я был вчера в Москве, но он говорит, единственное, что я запомнил, это то, что его сделали две девушки, сестры, дизайнеры, да, и это был такой клуб-ресторан-комьюнити, который сделали сестры Сундуковы. Когда я ему об этом напомнила, он сказал, да-да, да, вот эти девушки, я с ними обязательно познакомлюсь, я уже зашел на их страничку, я, в общем, уже посмотрел, да. И моя реакция на это была такая, что, в общем-то, ребята, вот вы сидите там в зале, там было, не знаю, там было больше людей, чем здесь сразу в три или в четыре, что это, вы имеете в виду, что это Фабио такой вежливый, и он взял на себя вину за то, что он не знает вас, ваших имен и ваших работ. Вообще-то это ваша вина, что он не знает ваших имен и ваших работ, потому что, собственно, никто из вас не потрудился и палец о палец не ударил для того, чтобы Фабио и аналогичные ему или какого-то его уровня люди узнали о том, что вы существуете и о том, что вы здесь делаете. Но это вот одна из таких историй. А вторая история, которая мне вспомнилась, когда я готовилась и думала, о чем я буду рассказывать, это мой разговор с Лукой Никетто, очень известным дизайнером более такого молодого поколения, скажем так, сорокалетних ныне дизайнеров. Их принято называть молодыми, ну, я бы сказала, такими зрелыми уже дизайнерами, вот я бы их назвала. Так вот, Лукой Никетто — это итальянец, который стал дизайнером очень нетрадиционным способом для Италии даже, потому что все-таки большинство имен итальянских, которых вы знаете, эти люди — выпускники Миланского политехнического института, вернее, факультета архитектурного Миланском политехи. И какая-то малая их часть закончила какое-то другое, другие учебные заведения, но в основном итальянские дизайнеры, конечно, они архитекторы в своей основе. А вот Лукой Никетто, он буквально человек, ну, не от сахи, он человек от стеклодувного прибора, от стеклодувной печи, потому что он родом с острова Мурана, и он сын и внук, он из семи потомственных стеклодувов. И, в общем, я очень подробно много раз расспрашивала его о том, как сложилось вообще его, как случилось так, что он стал преуспевающим предметным дизайнером. И он, в принципе, об этом рассказывал, я думаю, что это можно даже и найти где-то, почитать. Но самое вот такое, какое-то важное для меня, что это человек, который пробился сам. У него не было отца-архитектора, у него не было буржуазной миланской семьи благополучной, которая бы его куда-то там продвинула или дала ему возможность, не знаю, там, 10 лет пробовать себя в том и в этом. Нет, он вынужден был зарабатывать, и зарабатывал он, будучи еще совсем там молодым человеком, он рассказывал, что он буквально стучался в, реально, вот как камевеяжор, стучался в двери стеклодувных мастерских, которых очень много на Мурана, и предлагал им свои эскизы. И, учаясь там в какой-то художественной школе, подросткам на каникулах зарабатывал тем, что рисовал возможные какие-то вазы и возможные светильники из стекла, предлагая вот эти эскизы, просто вот как бы стучаясь в дверь и говоря, а вам эскизы не нужны, а вам не нужны вот тут модели каких-то ламп. Ну и там, как бы, ладно, это дальше долгая история, но вот разговор, который у меня с ним был, он касался его опыта работы с российским, ну, назовем это так, дизайнерским производством. Хотя, наверное, правильнее будет сказать с такой, с дизайнерской мануфактурой. У него был единственный опыт, когда он вместе с Лерой Моисеевой, российским дизайнером, работал над керамикой, над вот этим небольшим керамическим не предметом, комплектом из нескольких предметов для дымов керамика. И говоря об этом, мы с ним вышли на такую тему, что вот я стала говорить, наверное, как многие из вас тоже думают, я стала говорить, что вот проблема дизайна в России, она состоит в том, что у нас нет производства, которое бы реализовывало идеи дизайнеров, куда дизайнеры могли бы вот так постучаться в дверь и сказать, возьмите мои эскизы, что нет мебельных компаний, нет компаний по производству стекла, светильников и прочего, по крайней мере, в каком-то заметном, ощутимом количестве. Хотя, конечно, сейчас я понимаю, что я совершенно не права. Эти компании у нас есть, и мебельных компаний у нас много. Почему-то по разным причинам они не особенно заинтересованы. В основном это причины экономического характера в работе с дизайнерами и с какими-то новыми идеями. Но Лука повернул ход моих мыслей совершенно в другую сторону и сказал мне очень важную вещь. Это было уже, не знаю, давно, это было лет 8 назад. Он сказал мне о том, что я ошибаюсь, и проблема российского дизайна не состоит в отсутствии производства и в отсутствии компаний, которые бы реализовывали дизайнерские идеи. Проблема российского дизайна и вот этой сферы в России состоит в том, что мы пытаемся идти по пути традиционному, по пути, в котором есть вот эта прямая связка. Производитель, который нанимает дизайнера, дизайнер, который разрабатывает что-то по заказу производителя, и дальше весь этот цикл дистрибуции отталкивается от этого начала такого взаимодействия. В то время как эта история, это, конечно, история 20 века, это история индустриального общества. Мы же с вами уже все-таки живем в обществе постиндустриальном, и практика дизайна, сложившаяся в западных странах, показывает, что вот такая связка или такой порядок действий, он неэффективен, и он может и должен быть разрушен. В пользу чего? В пользу дизайнера как инициатора и как некоего главного звена, центрального звена вот в этой всей цепочке взаимодействий. Но, опять же, продолжая эту мысль и переваривая все это у себя в голове, я как раз прихожу к выводу, что устройство такое бизнеса, в котором вот этот дизайнер становится главной действующей силой и главным звеном, это не то, чтобы обязательно, это не стопроцентная, скажем так, история, это один из вариантов, а гораздо более важная и гораздо более такая действующая история, это когда инициатором всего и таким столпом, вокруг которого накручиваются все процессы, становится предприниматель. И тут проблема, которая у нас с вами есть, я думаю, кто-то ее осознает, а кто-то, может быть, и нет, в том, что мы очень часто забываем о том, что дизайн – это бизнес. И мы очень часто теряем вот эту из виду, вот эту связку. Мы забываем, что целью дизайна является не сам по себе творческий процесс, не само по себе создание, разработка, какие-то идеи, эскизы и прочее, а все-таки некий бизнес, некое получение прибыли и некое удовлетворение потребностей, удовлетворение спроса. Не знаю, насколько понятно то, о чем я говорю всем, но я постараюсь привести какие-то еще примеры. Ну, в общем, вот здесь сидит Кирилл Чебурашкин, он заведующий кафедрой дизайна мебели в Строгановке. И вы, Кирилл, тоже когда-то натолкнули меня на мысли о том, что мало кто понимает или не все понимают, во всяком случае дизайнеры и начинающие дизайнеры не вполне понимают, как устроен этот мир, что действительно это художник, и то относительно, но художник может быть свободным творцом. Художник может творить как-то в стол или творить так, как ему вот бог на душу положил. У дизайнера всегда есть цель, у дизайнерского предмета всегда есть функция, и, собственно, цель дизайнера и цель предмета дизайнерского это удовлетворить какие-то потребности, ну, я даже сейчас скажу слово клиента. Только в данном случае, когда мы работаем с тиражным изделием, с каким-то серийным изделием, то этот клиент очень абстрактный. Ну, в той или иной степени он абстрактный. То есть мы представляем себе какого-то, не конкретно меня, тебя или тебя, а некую массу людей, которые объединены каким-то, ну, каким-то, не знаю, создают какую-то нишу или объединены каким-то портретом потребителя, неким социальным, там, общественным, не знаю, как это описать, неким профилем таким. И вот это очень такая интересная вещь, к которой я обязательно вернусь. А то, что я вот показываю вам, это как раз совместный плод работы Лука Никетта, Леры Моисеевой и дымов керамика, по поводу которого, собственно, Лука и высказался в таком плане, что ему было очень приятно работать, очень интересно, он был рад сделать что-то совершенно новое и поработать с таким новым материалом. Плюс старинные технологии, это керамика копченая, там какая-то она печеная, но она называется чернолощеная керамика, но ее буквально коптят несколько часов, какое-то время она коптится, как рыба или как еда. Но что его совершенно, как это будет по-русски, disappointed, то есть то, что его разочаровало, может быть, разочарование такое сильное слово, но то, что его смутило, и он это не сразу понял, то есть в процессе работы все было хорошо, но потом он понял, что создание этой вещи для мануфактуры Дымова не было бизнес-проектом, то есть никто и не планировал, и не верил изначально в то, что можно создать продукт, который люди будут покупать, и который они смогут производить в количестве сотен или, не знаю, тысяч экземпляров. То есть это был некий, ну, может быть, даже какой-то арт-объект, или это был какой-то акт, знаете, самопиара, акт вот такого промоушена для этой компании. Она, конечно, потратила на это деньги, время, но само отношение и в принципе то, что из этого не вышло некой серийности и некого продукта, который бы стал на прилавке, не знаю, заполнил бы какие-то пустоты у людей там на полках, и вообще затронул бы какие-то человеческие сердца, вот это очень было разочаровывающим как раз для западного дизайнера, который, конечно, он работает на топовые итальянские марки, и не только итальянские, и, конечно, он привык и рассчитывает не только на то, что он будет роллотить и получать с продаж, но и на то, что его вещи будут изготавливаться в большом количестве, ну, в каком-то там количестве, и будут, соответственно, покупаться, и будут жить в домах людей, для которых они сделаны. Вот. Ну и вот этот тезис о том, что, мой тезис о том, что в России нет мебельной промышленности, я опять же сама после этих слов с ним спорю, и я понимаю, что примеров в истории, в которых, когда дизайн развивался в странах, в которых не было никакой промышленности, мебельной или дизайнерской, их десятки. Можно даже углубиться в историю итальянского дизайна. Никакой дизайнерской промышленности в Италии до послевоенного времени не было. В то время, как, например, в Германии она уже была, во Франции были уже премьеры. Ну, то есть история дизайна там 20-30-х годов, это Баухаус и там центр вокруг Ле Корбюзье и Шарлотты Периан во Франции. Ну, и там, допустим, группа Дестиль в Голландии, в Нидерландах. А Италия — это целиком послевоенный концепт, когда они буквально из ничего на ровном месте создали эту дизайнерскую индустрию, которую мы знаем. Но есть и более современные примеры. Ну, в частности, например, Голландия. Это страна, про дизайн которой, наверное, все, кто интересуется дизайном, знают, что этот дизайн крайне продвинутый, крайне новый, смелый, не знаю, очень особенный, со своим собственным лицом, такой как бы специфический, очень известный, но при этом промышленности как таковой в стране нет. Или можно взять, как примерно, может быть, даже по какой-то такой экономической ситуации, нам будет ближе какая-нибудь Бразилия. Тоже, наверное, все знают, что в Бразилии дизайн и дизайнеры есть мирового уровня, и, конечно, у этого дизайна есть своя специфика, есть такая особенность, но, тем не менее, это страна, в которой нет промышленности, они такая же страна БРИКС, то есть из новых этих стран и рынков. И тут я еще хочу один такой момент подчеркнуть, который, может быть, опять же, кого-то наведет на мысли о том, что мы, живя в 21 веке, слишком часто понимаем под дизайном то, что мы, не знаю, выучили в школе, на первом курсе или на каком-то первом занятии, где нам объяснили, что дизайн — это художественное проектирование, это вот такая деятельность. То есть мы живем в парадигме Баухауса, в парадигме модернизма, в парадигме дизайна, который был создан сто лет назад, в то время как в наши дни, в 21 веке, конечно, в дизайне появились совершенно другие, даже не направления, я вот не хотела бы говорить, потому что направление воспринимается как что-то стилистическое, некие другие подходы, некая другая философия в дизайне. и одно из важных вот таких направлений это то, что многие из вас, наверное, представляют, как коллектабл дизайн или коллекционный дизайн по-русски. Я считаю, это совершенно неправильное обозначение, потому что в него входит и винтаж, и дизайн 20 века, когда мы говорим о дизайне вот именно современном, дизайне таком авторском каком-то, то я бы употребляла и мне кажется, это гораздо более точно употреблять понятие дизайн-арт через дефис, подчеркивая, что это некий дизайн, который свыкается с искусством, в котором есть большая художественная составляющая. И несколько фотографий, несколько таких тоже историй международного успеха и международного развития какой-то карьеры в области дизайна. Я как бы вот здесь хочу вам показать. Это примеры дизайнеров, которые начинали как дизайнеры 20 века, а как бы закончили, ну или еще не закончили, но заканчивают сейчас, как дизайнеры 21 века. То есть от от практики создания предмета для промышленного производства, тиражного предмета, высокотиражного предмета, сделанного для компании, они перешли к созданию предметов, сделанных под собственным именем, под собственным брендом, предметов более малотиражных и более низкотиражных, и предметов, в которых вот эта художественная составляющая более выражена, более высокая. Для чего я хочу вам это все показать? Для того, чтобы те дизайнеры и те представители индустрии, которые сейчас меня слушают, в общем, смогли провести вот эту какую-то грань и понять, что у них есть, с одной стороны, два пути, по которым они могут идти, а с другой стороны, они могут пытаться идти по обоим путям. То есть это тоже, в общем, не запрещено. Главное понимать, что и как ты делаешь, что и как, к чему это все должно привести, поскольку пути эти, они разные сами по себе. Вот то, что я показываю сейчас на экране, это Ронард, один из, не знаю, там, десятки самых известных, востребованных, высокооплачиваемых современных дизайнеров. Ронард, которому, который начал с очень высоко тиражных изделий, в частности, вот здесь вы видите эту книжную полку, она называется «Книжный червь», букворм. Это модель середины 80-х годов, которая находилась в производстве несколько десятилетий, которая сделала Ронарада, в общем-то, миллионером. То есть я без шуток говорю, что у нее были многомиллионные продажи. Это гибкая полка, пластиковая, ее выпускала компания «Картель», и Ронард, даже если он там получал, я не знаю, на какой-нибудь 0-0-0 чего-то, какого-то процента, он, конечно, от этих миллионных продаж получил миллионы евро, как некие дивиденды. Вот, и вторая вещь здесь, это стул, который он сделал для витра. То есть это тоже тиражная штампованная пластиковая вещь, то есть это вот прям высоко тиражные два его изделия. И дальше постепенно, естественно, в ходе каких-то художественных поисков, в ходе каких-то художественных своих решений, своих художественных задач, в рамках собственной студии, в рамках такого, ну какого-то даже не производства, а некой реализации своих вот таких идей, именно студийных, он придумал и изготовил, думаю, не сам, конечно, вот сначала вот это левое кресло, которое сделано просто из металлических листов проклепанных. Дальше на основе этой формы были изготовлены такое же кресло пластиковое, было изготовлено такое же кресло мягкое, они все выпускались и выпускаются. Компания Морозы выпускает вот это кресло, красное здесь оно, это мягкая мебель. Компания Маджес выпускает пластиковое такое кресло с этой формой для сада, это садовая мебель. И под собственным брендом Ронарот выпускал вот это кресло, которое в середине, ну как выпускал, он его изготовил, для него его изготовили под его маркой. И тут тоже как бы момент очень важный, что мы не знаем, кто изготовил, и это совершенно не важно в данном случае, кто является производителем или изготовителем этого кресла. Может являться кто угодно, и даже это могут быть разные производители у предмета number one, предмета number two и дальше там у каждого. Но под его собственным брендом, под его собственным авторством было изготовлено лимитированное количество вот этих кресел, и они продавались уже совершенно другим образом, через галереи, через выставки, я очень хорошо помню, когда все это началось, это было еще вообще самое такое начало нулевых, когда первые предметы такого рода стали появляться, и первые выставки, на которых показаны были вот такие сложные, очень дорогие, несерийные предметы, и были и какие-то разговоры о том, как это назвать, и это прям дискуссия, статьи, ну действительно, вот как, это же дизайном это называть неправильно, у этого нет тиража, у этого нет производителя, у этого нет функции, или функция сильно ослаблена за счет высокой художественной составляющей, и это были и дискуссии, и обсуждения, правильно ли это вообще называть дизайном, можно ли это называть дизайном, это как бы я всерьез говорю, это я не придумываю, я уже тогда работала в прессе, и мы, я даже будучи редактором, заказывала это кому-то из авторов, и наши точки зрения не совпадали, и приходилось прибегать к каким-то отсылкам к западным авторитетным журналам, как они это называют, как они это пишут, в принципе, на моих глазах произошла вот эта трансформация, когда сначала говорили и писали, допустим, в западной специализированной прессе дизайн, похожий на искусство, потом писали design as art, потом стали писать design as art и ставить черточки между тремя словами, обозначая таким образом, что это нечто цельное, что это некое понятие, вот, а потом уже вот это как бы as упало и пропало, и он получился design art. Сейчас я уже встречаю следующий термин functional art, то есть функциональное искусство, и оно, мне кажется, еще более подходящим, потому что действительно оно вообще как бы получается не привязано к дизайну, поскольку дизайн-арт, это уже некая тавтология дизайна, и так включает в себя художественную составляющую, а тут мы еще подчеркиваем, ну, как бы наращивая ее. Вот, ну и у Рона Арода огромное количество каких-то идей, реализованных в виде несерийных, каких-то нумерованных, единичных авторских объектов, которые он многократно выставлял на крупных выставках, которые, в общем, я думаю, он прекрасно продает, да, они дорого стоят. Второй пример, который я выбрала, мне он тоже кажется очень наглядным, и я его видела, вот это тоже происходило все на моих глазах, и я буквально проживала эту историю сама. Это история успеха Торда Бонтье, голландского происхождения дизайнера, который сейчас живет в Лондоне. Это человек, который в начале нулевых тоже стал, в общем, я думаю, миллионером, потому что его вот эти два светильника, которые вы видите, они продавались с тиражами миллионными и более чем миллионными. Первым был светильник Гарланд, это, по-моему, 2002 год, вот он в середине. Это металлическая фольга, это просто насечка на листе металлической фольги, он продавался в магазинах Habitat в Лондоне и по всей Европе и стоил 35 фунтов стерлингов. Продавался просто лист с насечкой, который вы могли принести домой, встряхнуть, развернуть и навернуть на любой светильник, который был у вас дома. И это была, конечно, гениальная идея. Редко кто не хотел и не купил, ну, понятно, что в Лондоне 35 фунтов, в общем, и в те годы, ну, может быть, я не знаю, эквивалентом, но это точно, это даже не 300 сейчас, это может быть как 100 фунтов сейчас, максимум, я думаю. Вот, и это вещь была, которую мог купить любой, магазины эти были очень широко распространены, даже гораздо шире, чем сейчас. И, ну, компания цифр не раскрывала, но больше миллиона экземпляров было продано, это как бы доподлинно известно. Вот, а дальше была сделана бумажная версия. Она была сделана по такому же принципу, единственное, что она была цветная. Здесь показана белая бумага, а, как правило, продавалось в тубусе два листа, и они были разноцветными. И это мог быть там, не знаю, фиолетовый, розовый, желтый, зеленый, там, синий, голубой, неважно. Сочетание было море. Ну, когда я уже как-то с этим соприкоснулась, такая люстра стоила, такая люстра, такая бумага для изготовления люстры стоила 200 евро, но это был супер желанный тоже предмет, который, я думаю, продавался очень и очень хорошо. И, естественно, здесь самое главное – это идея, это вот такая, как бы, это настоящая дизайнерская идея. То есть это идея, которая могла быть реализована миллионными тиражами, которая очень многим нравилась, которую все хотели и которую, собственно, все и получили. И следующим, ну, скажем так, не следующим шагом, но одним из последующих и дальнейших шагов, одним из предметов, которые для меня, может быть, являются даже такой вершиной работы этого дизайнера, хотя он жив, здоров, работает до сих пор и делает не менее интересные вещи, но, в принципе, стало вот такой какой-то точкой, куда пришел он вот от этих лампочек и листочков из фольги и бумаги, стал вот такой шкаф. Это полноценный, выше человеческого роста шкаф, в него может войти нормальный взрослый человек. Он сделан из бронзы, и все вот эти листики – это стеклянная эмаль, изготовленная вручную французскими эмальерами. То есть это ювелирная техника, и, собственно, идея этого предмета и была в том, чтобы показать, ну, то есть толчок к его созданию, это был такой заказ, тезе, показать мастерство эмальеров, умирающие или такое уже как бы очень древнее, редкое, применить его в каких-то предметах для дома, ну, потому что в предметах ювелирного искусства оно и так применяется. Вот, и инициатором была компания, французская компания «Аукционный дом». По-моему, он сейчас не существует, но они были инициаторами такого в конце нулевых большого проекта, когда они пригласили целый ряд дизайнеров с международным именем, с такими именами известными, для создания вот таких, в общем-то, изначально очень дорогих, ценных, редких объектов. И я вообще счастлива, что я имела возможность, ну, не потрогать, но видеть очень близко, потому что этот предмет выставлялся на одной из выставок в Лондоне, как раз в конце нулевых, и я его видела вот в экспозиции, как вот здесь можно посмотреть на предметы советского дизайна. Вот, а потом я его уже встретила в каких-то интерьерах, листая альбомы с нью-йоркскими квартирами. Если я ничего не путаю, то Рид Краков купил его, это такой известный коллекционер и бизнесмен американский. И третья история, которую я приготовила для иллюстрации вот этого своего тезиса о том, что у дизайнеров есть как минимум два пути, по которым они могут идти, это история братьев Кампана, это история бразильцев. Я с ними тоже очень неплохо знакома, и эти милейшие люди, в общем-то, ничтоже сумняшись, рассказывают о том, что старший брат вообще был юристом, юристом, и младший брат учился на архитектора, и когда он начал какие-то свои там фантазии пытаться воплотить в жизнь, в общем, все, что у него было, это были, как их назвать, подсобные материалы, это были подручные, подручные подножные материалы. То есть буквально первые изделия под этим брендом Фернандо и Уберто Кампана были сделаны из того, что было у них под рукой. Вот этот диванчик, он сделан из срезанной кромки ткани. То есть ткань, которая пошла на пошив, была раскроена для пошива одежды, вот эта кромка, которая есть на рулоне, она была отрезана, она была скручена, и она составила весь вот этот рисунок дивана, который они назвали суши, потому что это роллы. Подозреваю, что они не знали разницы. Дальше у них известнейшее их кресло сделано просто из веревки, намотанной на каркас, еще не менее известное кресло сделано из проволоки. Конечно, здесь эти изделия показаны, их изготавливает, выпускает компания Эдро итальянская, они показаны в идеальном своем виде, но изначально модели, прототипы были сделаны из найденных материалов. И я вот стесняюсь сказать, не помню я Фернандо и Люмберта, но кто-то из них рассказывал мне, что мотки проволоки, это была и есть такой бич океанского побережья в Бразилии, что вообще оно очень замусорено. И вот среди этого мусора очень много, в том числе мусора, произведенного людьми. И он на берегу подглядел, как на огромных мотках проволоки, спутанных ветром, морем, сидят работяги. То есть люди, которые пришли на пляж перекурить и, может быть, что-нибудь выпить или как-то. В общем, в самом таком неказистом контексте он это увидел, что они используют вот этот моток проволоки как сидение, поскольку он пружинит и это работает. И там же и тогда же он рассказывал мне, что мусор деревянный, что щепки от дерева, которые выносит в том числе амазонка и вообще тропические ливни из тропических лесов. Это тоже повсеместная история на побережье. И что вот из этих изделий, из этих обломков они сделали свои изделия и сделали прототипы для той мебели, которую Эдра потом стал выпускать, подозреваю, конечно, что из нового дерева. Ну и вот здесь мелькнуло кресло, которое, возможно, вы знаете, надеюсь, что вы знаете. Это не какая-то модель, это некая идея, которую они реализовали еще в 80-е годы, создав обивку для кресел из мягких игрушек. Почему и как это было сделано? Ответ очень и очень простой. Это было самое дешевое сырье, которое они могли получить, которое они имели в своем распоряжении. Таких игрушек было море. Подозреваю, что они были сделаны где-то там на их малой арнаутской. И как они говорят, что стоили они что-то, типа в районе одного доллара стоила одна игрушка. И, как они говорят, часто было невозможно понять. Это крокодильчик, бегемотик, волк, тигр или собачка. То есть эти игрушки были такого адского качества, что, в общем, и играться в них никто не хотел. Вот им тогда пришла эта прекрасная мысль, и они до сих пор продолжают изготавливать эти изделия у себя в студии, каждый раз, естественно, индивидуально. И это уже как бы такая их фишка, это их фирменный знак. Более того, это коллекционная, аукционная вещь, которую, ну, когда я последний раз этим интересовалась, там порядка 30-40 тысяч долларов стоили те изделия, которые были сделаны в 80-е, 90-е, 2000-е годы. Вот, так что это вот тоже такой, ну, подход. Да, а это вот, например, кровать, которая сделана из водорослей. То есть это тоже материал бросовый, который у них все время под рукой, который у всех был под рукой, но они смогли превратить его вот в такое, в общем, запоминающееся и дорогостоящее изделие. Ну и, опять же, чем закончили братья Кампана? Они живы, здоровы и работают, но вот их из последних таких коллекций, которые, с одной стороны, отстоят далеко от того, что они делали до, а с другой стороны, в общем-то, очень тесно связаны с тем, что они делали раньше. Это коллекция предметов интерьерных из бронзы, из позолоченной бронзы, из дорогого камня. Там есть фрагменты в других предметах, есть фрагменты полудрагоценного камня, ну типа яшмы, там что-то. И принцип здесь тот же самый. Как бы это вещи собраны из каких-то осколков, из каких-то как будто выброшенных деталек. И, собственно, дизайнеры тоже рассказывали мне о том, что идея у них там родилась, когда в голове, она родилась из-за того, что у них на улице, рядом с их студией, находится мастерская по отливке, старинная древняя мастерская по отливке бронзовой фурнитуры, проходя мимо которой, они постоянно видели и эту фурнитуру, и на витринах, и внутри, и знали, и были там, видимо, знали о том, что у них есть сотни слепков, в которых можно отлить любую накладку мебельную, любой ключик, любую оторвавшуюся финтифлюшку. И придя туда, они сказали, что им нужно отлить вот по этим формам энное количество, которое потом они аранжировали и сделали на основе этих традиционных отливок вот эти современные предметы. Так что вот это всего три примера, но эти примеры очень характерные. Они показывают, как одни и те же люди, либо в разные периоды, либо в какие-то в один и тот же период занимались, шли несколько разными путями. И, соответственно, это примеры, которые можно пытаться переложить на нашу нынешнюю ситуацию, которые каждый может пытаться переложить на себя. И я знаю достаточно много дизайнеров, с кем я говорила об этом когда-то, когда-то уже давно, которые сделали для себя какой-то выбор, которые решили пойти по одному или по другому пути или успешно совмещают одно с другим. И, собственно, вот те примеры, которые я показала более свежие, они как раз иллюстрируют вот эту мою мысль о том, что и дизайнер может быть, может быть и в наше время уже, наверное, должен быть вот этим инициатором некоего движения, некоего процесса создания дизайн-продукта и выведения его на рынок. И я себе достаточно четко представляю, что и как должно и может быть изменено, потому что мы можем обрисовать, я могу обрисовать ту модель, которая мне представляется традиционной и в какой-то степени устаревающей. Когда инициатива по созданию предмета идет от мебельного производства, то это производство, во-первых, анализирует в меру своей развитости, анализирует рынок, придумывает то, что должно пойти на этом рынке, то, что нужно изготовить, дает задание дизайнеру, то есть выдает ТЗ, выбирает дизайнера, то есть решает, кто из дизайнеров будет выполнять эту задачу, кто подходит для этой роли. Дальше дизайнер разрабатывает дизайн-проект, допустим, в соответствии с ТЗ делает это идеально, гениально, как-то прекрасно и в принципе дальше никак на этот процесс не влияет. Дальше опять все возвращается на производство, идея эта реализовывается на производстве и дальше эта же компания отвечает за организацию сбыта, за дистрибьюцию, за продажи, за маркетинг, за промоушен, не знаю, за рекламу, за все сопровождающие вот этот процесс и за доведение этого изделия до потребителя. В современной модели, которую, конечно, уже многократно опробовали дизайнеры, те же голландские дизайнеры, вообще дизайнеры в странах с развитым дизайном, вот эту роль выполняет, ну, главную вот эту роль такого двигателя прогресса выполняет не производство, а выполняет предприниматель. Это может быть компания, либо, ну, изначально всегда любая компания создается человеком, какой-то, как бы один инициативный, допустим, человек, который берет на себя вот эту роль. Определить, что нужно рынку, определить, кто может это сделать, определить, как это должно быть сделано, то есть что должно быть сделано, кем должно быть сделано, как должно быть сделано. Он находит производство, и для разных задач они могут быть совершенно разные и даже географически не обязательно привязаны к тому месту, где он находится. Они, как бы, производство изготавливает для него эти изделия, и дальше он же занимается дистрибуцией, промоушеном, рекламой, маркетингом, сбытом и всей финансовой, организационной финансовой составляющей. Как бы частный случай этого, вот этой второй вот этой схемы, да, наверное, нужно сказать, что вот это, по этому принципу построено уже очень большое число компаний. На рынке, на международном, вы наверняка с этим сталкивались, существует большое количество, в том числе очень известных брендов, которые работают по вот этому принципу и которые не являются производителями как таковыми. Мы привыкли считать, это достаточно традиционный стереотип, когда мы думаем, что компания равно фабрика. Часто так и говорят, там фабрика B&B Италия или фабрика Картель, но Картель это действительно и компания, и фабрика, и это старый бренд и старое производство. А современные компании все устроены уже немножко другим путем, и это скорее дизайн бренды, и это больше компании, чем производство. И самый простой пример, я думаю, вы все знаете, может быть уже кто-то вспомнил, это конечно же Икея. Икея это бренд, это дизайнерский бренд, но это не производственная компания. Сейчас, может быть, если кому-то это было непонятно или неизвестно раньше, сейчас это стало понятно, когда ряд российских компаний находится на грани разорения и банкротства, потому что Икея остановила продажи, и эти компании работали на нее стопроцентно, но они независимые от нее бизнес- единицы. Вот, ну и есть очень крупные компании такого плана, как Linero Z, например. Это тоже такая компания Accelerator, у которой огромный ассортимент, и она действует, бывает, что очень оперативно, внедряя какие-то новинки, новые разработки. Почему? Потому что она не связана возможностями собственного производства. Они решили, что нужно производить там бра, увидели какую-то интересную модель на салоне с отелей, то у молодого дизайнера, и тут же пошли писать, звонить, где им сделают такое бра в количестве необходимым, определенным для их маркетинговой стратегии, их там департаментом продаж. Есть компании датские, например. Ну, вы, наверное, понимаете, тоже знаете, что датчане – это такая Италия-Скандинавия. То есть это в области дизайна самые такие новые, смелые, какие-то модные компании в скандинавских странах. Есть компания Хэй, возможно, вы ее тоже знаете, которая, мне кажется, что она вот просто палец о палец не ударила для создания, физического создания какого-то объекта. То есть это компания, у которой в Копенгагене трехэтажный магазин, который полон мебели и предметов для дома, авторских, дизайнерских, очень интересных. И там можно купить от ручки, заканчивая там лестницей. Но при этом это компания, которая не является производственной компанией. Есть компания Болея. Ее знают те, кто бывал в Дании, в Швеции. Болея.com, у них есть сайт. Кто-то считает, что это интернет-магазин, но это не интернет-магазин. Это компания, у которой по всей Северной Европе есть магазины большие, часто двухэтажные, в которых я лично как бы замираю всегда, потому что у них очень быстрая смена, ну, не экспозиции, а такого стайлинга, как бы декора, вот этого оформления этих торговых площадей. И даже бывая там с интервалом 2-3 месяца, ты попадал все равно в разные такие пространства. Вот. Это компания, которая тоже не произвела ни как бы не пимпочки, ни ручечки для своих изделий. Это чисто, чисто акселератор такой. Вот. Ну и частным случаем вот этого такого подхода является случай тоже очень рабочий. И в каких-то зачаточных примерах у нас тоже существующий, когда вот этим предпринимателем становится сам дизайнер. И это, конечно, в нашей ситуации я считаю очень и очень такой, ну, логичный и не скажу, что простой, но какой-то вот напрашивающийся выход. Потому что, конечно, можно ждать, когда раскачаются какие-то производства, когда кто-то их где-то создаст. Но на самом деле они же созданы. Они просто не дизайно-ориентированы. Они слишком, ну, законсервированы, слишком неповоротливы, чтобы работать с дизайнерами. А вот когда дизайнер становится сам себе предпринимателем, опять же, не все это могут, но это реальный выход. То есть получается, что этот человек должен не только сотворить, не только придумать что-то, он несет гораздо большую ответственность. И вот это ключевой такой момент, ну, для меня, по крайней мере. Когда ты работаешь на дядю, ты можешь фантазировать сколько угодно. А если дядя не очень компетентен в том, что ему приносят дизайнеры, мы как бы тысячи раз сталкивались в тех или иных аспектах с этой ситуацией, то продукт рождается недопродуктом. Продукт рождается мертворожденным. Он, может быть, никому не нужен, он может быть слишком дорог, он может быть, не знаю, там, недостаточно вообще хорош. А вот когда дизайнер берет на себя ответственность за определение не только качества продукта, но и его собственного, как бы его всего жизненного цикла, то есть для кого он сделан, для чего он сделан, где он сделан, какая у него будет, не знаю, логистика, стоимость, реклама, пункты продаж, как это будет продаваться, и сам все это организовывает, то эта модель становится гораздо более жизнеспособной. Где взять таких дизайнеров? Кто чувствует в себе силы так работать? Я вам скажу, что я видела, я понимаю, что это сложно, потому что у нас этому не учат. У нас очень многие этого, в принципе, не умеют, не знают, не понимают, как, боятся и так далее. Но я видела очень много примеров, например, в Голландии, когда там проходит ежегодно выпускное шоу, шоу выпускников, оно так и называется, graduation show, Академия дизайна Эндховена. Это один из лучших вузов, где учат дизайнеров. И они все защищают свои дипломные работы, понятно, в июне, так же, как все, где-то в мае, не знаю, в конце учебного года. А вот это graduation show проходит всегда во время недели дизайна в октябре. Соответственно, там почти полгода вот этот промежуток. И все эти дизайнеры, выставившие свои дипломные работы, бакалавриат и магистратура, то есть бакалаврские и магистерские, они стоят там рядом с этими своими стендами или рядом с этими своими изделиями. Это не стенды, как правило. То есть это не картинки, это прототипы, макеты. Это могут быть, даже если эта работа была связана с ресечем, то все равно у нее есть какое-то визуальное вот это воплощение. И когда ты спрашиваешь у них, а кто вам изготовил вот это? Или нет, у меня вопрос обычно бывает такой, а чем вы сейчас занимаетесь? Он говорит, ну вот этим и занимаюсь. Ну вот этим это чем? Ну вот я же здесь там сделала какой-то принт на ткани, теперь я выпускаю эти ткани. И у меня, конечно, первые разы, когда я с этим сталкивалась, у меня был такой вопрос, где вы их выпускаете? Как вы их выпускаете? Вы что? Ну, то есть мне казалось, что пришел какой-то добрый дядя, что они нашли какие-то, не знаю, выходы, пошли на какие-то фабрики, эти фабрики радостные сказали, да, будем выпускать ваши ткани. Да ничего подобного. Девушка говорит, ну я же их тут, вот я их там наполовину печатаю вручную, а какой-то мне там заготовку какую-то где-то там печатают в другом месте. А вот я их, я говорю, и где вы это делаете? Она говорит, ну вообще я это делаю в гараже, вот у нас рядом с домом, где я живу с родителями, и вот они мне отдали там, не знаю, там гараж или часть гаража под мастерскую, и вот там я вечерами, значит, или там днями и ночами печатаю эти ткани или там обои. Я говорю, а как вы их продаете? Она говорит, ну как, как, через интернет. Я говорю, ну то есть как, вот я допытывалась, как все это происходит? Она говорит, ну как, вот я создала, мы еще когда учились в институте, нас учили делать сайты, мы уже сделали там, они, каждый выходит из академии, у них есть собственный логотип, у них есть сайт, визитка, то есть они, в общем-то, уже такие, ну, еще не специалисты, но они уже могут протянуть себе визитку и сказать, что я дизайнер, и сказать, что вот у меня там сайт такой-то, и пишите мне туда-то, и вот там посмотрите мою эту единственную дипломную работу, но она уже выложена на сайте, а не в инстаграме, и не бог знает где. И, собственно, да, и я многократно сталкивалась с тем, что человек говорит, ну да, я вот это то, что я защитила как диплом, я это и делаю, я это изготавливаю, я вот уже сделала сайт, мне туда приходят заказы, ну, обо мне там написали на сайте академии, кто-то меня увидел на этой выставке, которая длилась 10 дней, значит, тоже пришли люди, кто-то взял мои визитки, где-то опубликовали на каком-то портале, где-то кто-то упомянул в инстаграме, вот, и это, ну, работает. И я примеров, я помню тысячи, ну, не знаю, ну, сотни, когда люди говорят там, какие-то завиральные проекты, какая-то тележка, которая там выдувает сладкую вату, и это какой-то такой перформанс с, не знаю, там, засушиванием каких-то корочек, апельсинов и что-то такое вот невероятное, и ты спрашиваешь, а зачем вообще это нужно? Вот вы на хлеб-то чем себе будете зарабатывать? А человек тебе говорит, ну, я этим и зарабатываю. Как? Он говорит, ну, как, это же перформанс, вот с выдуванием сладкой ваты, засушиванием корочек, еще с какой-то ерундой, я говорю, и что? Он говорит, ну, меня приглашают. Я говорю, кто вас приглашает? Он говорит, ну, корпорации, устраивая корпоративы, значит, тимбилдинги приглашают меня для своих сотрудников там что-то, значит, сделать. Люди приглашают меня на день рождения развлечь там это. Люди приглашают меня там в школу для детей, не знаю, там, выпускной в третьем классе, чтобы я показала им, как я выдуваю эту пену и сушу эти корочки. Ну, это я с корочками специально такой пример привела. Но принцип вот такой, что даже один продукт, когда его делает один человек, но он его придумал и сделал, предполагая, зная, изучив рынок людей, которые находятся вокруг него и как бы предполагая, что на это есть или будет спрос, или его можно создать. Вы, наверное, тоже знаете, что спрос можно создать. И все мы, кто, не знаю, никогда не знал о том, что нам нужна зубная щетка, которая чистит не только зубы, но и, что там, язык и десны и что-то там еще. Мы все, как бы, просмотрев эту рекламу, подумали о том, что, о, ну, если не купили щетку, то хотя бы начали чистить той, которая была, чистить язык и десны. Но, как бы, это работает. И любой маркетолог вам расскажет миллион таких историй. Вот, то есть, да, может быть, кстати говоря, вот сейчас я упомянула это прекрасное слово маркетолог и маркетинг. Мне кажется, что один из ключевых моментов сейчас это то, что для дальнейшего какого-то движения, для прогресса в дизайн-индустрии, в российской, очень не хватает именно маркетинга. И по какой бы модели вы не работали, были ли, там, являетесь ли вы дизайнером, являетесь ли вы дизайнером тире предпринимателем, то есть сами что-то делаете, являетесь ли вы представителем производства, собственником производства и так далее. Я почти сто процентов уверена, что самое слабое ваше место это маркетинг. Что такое маркетинг? Это изучение спроса и сбыта. То есть вы можете что-то прекрасное придумать, вы даже можете что-то прекрасное изготовить, но вы не знаете ответов на самые главные вопросы. Нужно ли это кому-то? То есть есть ли на это спрос, конкретно на это? Является ли этот спрос платежеспособным? То есть есть ли платежеспособный спрос? Есть ли люди, которые готовы за это заплатить? На что конкретно есть спрос? То есть что люди хотят? Чего не хватает на рынке? В какой ценовой категории находится то, что хотят эти люди? И вообще живут, действуют эти люди, которые хотят какой-то купить дизайнерский продукт? То есть вот даже если просто изменить угол зрения и пытаться смотреть со стороны потребителя, можно сказать, что это, не знаю, эмпатия, можно как бы массы слов и вообще названий придумать, но это такая клиентоориентированность, кстати говоря, вот очень хорошее слово. Я думаю, что большинство наших дизайнеров и большинство наших производств не клиентоориентированы. То есть они действительно не знают и в принципе пока не имели возможности узнать или как-то заплатить за то, чтобы им это рассказали, что хочет потребитель, где он есть, чего ему не хватает. И вот собственно будущее, по крайней мере ближайшее, оно находится как раз в руках у тех людей, которые точно, объективно представляют себе картину спроса на дизайнерский продукт, дизайнерский продукт. Вот королем на рынке будет тот, кто угадает, просчитает, каким-то образом узнает или уже знает, в какой нише этот спрос располагается и будет располагаться, какая платежеспособность, платежеспособность, какой размер, объем этой ниши. И собственно вот это, наверное, один из вопросов. Это и ахиллесова пята такая российской дизайнерской индустрии и первый вопрос, которым стоит озадачиться, стоит задаться. Тот, кто сумеет найти правильные ответы, кто сумеет найти эту нишу, кто сумеет ее заполнить адекватно в соответствии с существующей платежеспособностью и как бы спрогнозировать все это, тот и собственно будет выигрыш. У меня есть еще здесь несколько фотографий. Я, когда говорила про голландскую академию, не не пролистала фотографии. Это первое, что я увидела, когда зашла на днях, выходные на их сайт. Это их последний проект, который тоже, в общем-то, сочетается с, вернее, является одной из граней, одним из ответов на те вопросы, которыми я задаюсь. Один из способов или один из таких, одна из разновидностей, один из алгоритмов, что ли, действий, вот в той ситуации, когда дизайнер является предпринимателем, это то, это некое сращивание дизайна с ремесленничеством. Это то, что называется в международной практике дизайн-крафт. И тоже, наверное, с чем многие из вас знакомы. То есть это некое использование ремесленных технологий для создания новых современных продуктов, для создания какой-то, какого-то такого инновационного дизайн-продукта. И вторая часть, это, ну, можно назвать это эко-дизайном, но это дизайн из переработанных материалов, из вторично использованных материалов, на которые уже и у нас появляется спрос, экологичность, натуральность, забота об окружающей среде, то есть там утилизация мусора, все это актуальные проблемы уже и для нашего общества, по крайней мере для Москвы, для крупных городов, где есть некое осознанное население, где потребление становится осознанным. Вот это проект, кусочек проекта, в котором студенты утилизировали отходы искусственного меха, который им выдала компания Prada со своих производств. То есть после того, как пошили все как бы искусственные шубки из обрезков, дали поработать студентам и, мне кажется, вот эти пушистые ручки или даже если это чехлы на ручке, например, то во многом из этого, ну естественно, там были разные ковры, коврики, это само собой напрашивающиеся такие. Это вот прямо рабочая тема. А это несколько фотографий из последнего вот этого шоу выпускников, которое прошло в октябре 21 года. Выпускники 21 года, они были, есть и выставка прошла, и я даже сумела на нее попасть. И там, конечно, было очень много, ну таких философских, назовем это так, проектов, то есть проектов, которые не были направлены на создание новых предметов, а которые были направлены на осмысление той или иной ситуации. Но это очень характерно для Академии Инховена и, в общем-то, отражает то состояние общества, то развитие общества, в котором они живут и работают. Но вот просто на вскидку огромное количество интересных, таких артистичных очень проектов и оригинальных, которые были направлены на то, чтобы дать новую жизнь старым вещам, на то, чтобы создать новые вещи из старых. И это не просто, эти вещи не выглядят архаичными, они не выглядят убогими какими-то. Нельзя сказать, что это какой-то мусор или какое-то вторсырье. Это вещи, которые бы, не знаю, захотел бы любой посетитель, наверное, музея дизайна себе в дом. И опять же, вот я сейчас смотрю на них и думаю о том, как, когда я ехала, одна моя, ну когда вот я ехала на лекцию, одна моя подписчица запостила сториз и отметила меня, как где-то в спальном районе в Москве снесли гаражи, гаражи. И она гуляет, просто постит фото и видео. Это кладбище советской мебели. Причем очень и очень приличный. И единственное, что, не знаю, меня останавливает от того, чтобы бросить все и бежать туда, это то, что, конечно, эту мебель угробили. Ну, то есть ее всю сломали. Ада стояла в этих гаражах, была как бы прекрасной, цельной, цельно-деревянной. И, в общем, я думаю, не очень такой поломанной. Но сейчас ее разбили, и она там валяется просто целым пустырем. Но нет. Я видела чудесный пример, когда справа эта фотография. Это выпускник Академии прошлого года. И он, по-моему, француз или бельгиец по происхождению. Милейший молодой человек, который придумывает вот такие фантазийные дополнения вместо утраченных элементов тех или иных предметов мебели и светильников и печатает их на 3D-принтере. То есть это индивидуальные вот такие дополнения. Они белые, ну, как бы шероховатые, то есть вот из этого материала, который там какой-то полистирол или как это называется. Вот. И это совершенно необычные предметы, которые вообще совершенно новое какое-то лицо свое имеет. Ну, это тоже из той же выставки. Плюс пара примеров, которые, наверное, тоже вы знаете. Очень сильные примеры как раз дизайн-крафта, то есть соединение современной дизайнерской мысли с ремесленной техникой были на Украине, были сделаны в последние годы в Украине. И это работы в первую очередь Сергея Махно. Это светильники, которые он выставлял, в том числе и на Миланском мебельном салоне. И это работы Виктории Якуша, бренд Faina Design. Faina, по-моему, правильно. И, собственно, это тоже вот эта украинская техника мазанки, которая была в предметах реализована, то есть очень простая с одной стороны и старинная техника, которая оказалась очень уместной, оказалась очень в международном тренде, и которую там мировые топовые дизайнеры интерьера используют, ну или ее, или имитацию ее в своих работах. И, в общем, это тоже, ну то есть то, что вот лежит на поверхности, и то, что лежало всегда на поверхности, то, что они взяли, сделали модным, сделали массу интересных изделий, и, в общем, создали собственные бренды, которые на этом построены. Мне кажется, я тут какие-то пункты из своего конспектика пропустила, но я думаю, что все равно достаточно. Я готова ответить на вопросы, если они у вас есть. Да, конечно. Спасибо большое за лекцию. Ну вот я хочу сначала поделиться тем, что у нас происходит, и ощущения, которые у нас возникают, и потом услышать ваше мнение на этот счет. Потому что вот все, что вы рассказали, такое ощущение, что это вот как оно могло бы быть, или как оно было еще совсем недавно. То есть последние 10 лет мы выстраивали свои взаимоотношения с мебельщиками, и которые с большим трудом постепенно привыкали к мысли, что воровать это плохо, что копировать бесперспективно, что это и юридически стало небезопасно, и экономически начало там проскальзывать. И у нас начали выстраиваться такие хрупкие, но довольно перспективные взаимоотношения со многими мебельными компаниями. Вот когда произошло то, что произошло два месяца назад, количество радостных, повизгивающих отчасти мебельщиков, которые, значит, на своих сайтах тоже вывесли, делаем любые реплики. Теперь мы можем копировать все, что угодно. Они звонят и в восторге делятся со мной этой новостью. Им они приносят немецкие стулья, значит, чтобы их как-то перелицевать, потому что это теперь не просто можно, это даже героизм, потому что спасаем Родину и все в этом духе. И вся эта наша пирамидка, которую мы так долго выстраивали, она рушится прямо на глазах. Но это вот помимо моментов, связанных с ростом цен и на мебельные материалы, и на франитуру, которая стремительно уходит качественная с рынка и другие проблемы. Там компания ПИК недавно отказалась и другие девелоперы от проектов, где предлагала стройная мебель, несмотря на то, что у компании ПИК собственное мебельное производство, они даже его не заказывали, не сами производили, им стало это невыгодно. И в связи с этим у меня вопрос. То есть я на самом деле лихорадочно, ну мы вот на кафедре, постоянно анализируем, что происходит, штурмуем, пытаемся как бы понять, как в этой новой парадигме выстраивать процесс обучения и собственную работу. Потому что вот то, на что мы ставили ставку, то, как мы развивались, включая европейские конкурсы, в которых мы постоянно участвовали, салон сутилит, который, я думаю, больше никогда не пройдет в России. Значит, и другие конкурсы. И вот вопрос, ваше мнение, ваша рекомендация, что ли, как в этой ситуации быть и на что можно рассчитывать? Спасибо. Первое, что я хотела сказать, что никогда это такое слово опасно, не знаю. Может быть, нам просто очень трудно или мне очень трудно привыкнуть к слову никогда, но я не хочу к нему привыкать. Я считаю, что ситуация сейчас слишком острая для того, чтобы делать какие-то четкие прогнозы. Плюс эти прогнозы не могут базироваться ни на чем конкретном. У нас на нашей с вами памяти не было ничего подобного, на что мы могли бы опереться. Я думаю, что насчет никогда это и, может быть, и не 10, и не 20, и 30 лет в том смысле, что все может измениться точно так же, как изменилось два месяца назад. Я не хочу сказать, что мы сможем сделать вид, что ничего не произошло или что все может вернуться к тому, как оно было. Ничего никуда вернуться не может и фарш обратно, как известно, промотать нельзя. Но или шах сдохнет, или падишах, или еще что-нибудь произойдет. Я как бы начинаю почитывать Талеба опять, который пишет про черных лебедей, про события, которые меняли ход истории, их никогда нельзя было предсказать. То есть самые главные события в истории никогда не были предсказаны, потому что для предсказаний любых прогнозов нужен предыдущий опыт. Мы базируемся на том, что мы знаем, а события происходят такие, у которых нет аналогов. Поэтому я думаю, что, во-первых, надо продолжать держать руку на пульсе и смотреть, куда вырулит ситуация, все и застройщики, и все остальные реально тоже находятся в ситуации очень большой неопределенности. И это, наверное, сейчас наша с вами самая большая проблема, ну или одна из очень важных, что мы не знаем, что будет дальше и как будет дальше. И мы действительно не знаем, и никто не знает. И я думаю, что ни там не знают, ни там не знают. И в этой связи что? Делай, что должен, и будь, что будет. Это самый такой работающий принцип. Что касается застройщиков, я уверена, что застройщики поддержат. Застройщики – это первые, кто получит государственные деньги. Потому что, собственно, стройка. Почему вокруг ее так много? Потому что она является единственным локомотивом российской экономики. Не нефть и не газ, как ни странно, а стройка. И застройщики точно… Ну, то есть это рабочие места, это развитие производств, это вообще какой-то процесс, это деньги, которые можно взять легально у людей. Ну, все-таки у нас большая денежная масса накоплена за 20 или 25 благополучных лет, ну, 20 хотя бы. В общей сложности большая денежная масса. Даже, наверное, если мы там отсечем какой-нибудь 5 или 10 процентов самых богатых людей, у всех остальных в массе, положенные там где-то в банках, в подушках, не знаю, деньги. И девелопмент, то есть новостройки – это единственный и самый простой способ законного отъема денег у населения. Потому что все хотят улучшить свои жилищные условия. И так или иначе, то, что сейчас вводят ипотеку для айтишников. Ну, окей, она им, может, не всем нужна вся эта. Они уже все в Грузии, но не все. Так вот, с застройщиками ситуация вернется. И то, что там у нас есть семейная ипотека и так далее, это реально все-таки работающие вещи, это триллионы рублей, которые будут в эту отрасль вброшены. Что касается российского производства мебели, действительно у нас плохо с комплектующими. Но я подозреваю, что на фоне общего падения спроса платежеспособного нужны будут решения, в первую очередь, не супер качественные, а простые, быстрые, бюджетные. Да, и умение делать конфетку из ничего. То есть я думаю, что нужно просто как-то немного трезвее смотреть на вещи. Я не буду очень пессимистична. Что касается, допустим, какого-то интерьерного рынка, я могу сказать, что государственные проекты были, есть. Это может быть не лучший хлеб, но во всяком случае он стабильный. Школы те же самые, учебные заведения, всякие центры детского творчества, научно-технического творчества, плюс медицинские учреждения. То есть вот вся эта социалка так называемая, я вижу, что в регионах для нее привлекают дизайнеров, музеи, кстати говоря. Там есть какие-то деньги, это, в общем, рабочая такая вещь. В частном секторе жилье было, есть и будет. Люди продолжат рождаться, умирать, соответственно, квартиры будут переходить по наследству, жениться, разводиться, и они будут переезжать, перемещаться по стране, перемещаться из городов в загород, из загорода в город. То есть этот процесс неостановим, он сейчас немножко притормозился, поскольку действительно высокая неопределенность. Плюс есть определенный сегмент потребителей, на которых, которым до обнищания, скажем так, далеко. И вообще дизайн, я думаю, все вы прекрасно понимаете, что дизайн это не первичная потребность. То есть даже в странах с развитым дизайном это не первичная потребность. Первичная потребность это безопасность, кровь и хлеб. А вот дизайн это из разряда зрелищ, удобств, комфорта, какой-то… То есть это такая, ну, роскошь определенного рода. И голодный о дизайне думает точно не будет и не может. О дизайне думают сытые. Вот пока у нас есть прослойка сытых, и пока она будет сохраняться, ну, она достаточно тоже разнородная, но, в общем-то, все-таки большая. Дизайн никуда не денется. И спрос на дизайнерские предметы будет. Другое дело, ну, вы все тоже с этим сталкивались, что все-таки спрос находится где-то в разряде чуть дороже Икея. Ну, или даже не чуть-чуть, не чуть-чуть, а так вот, чтобы дешевле, чем Италия, но дороже, чем Икея. И эта ниша пуста. Там не было ничего и ничего нет. Самый сложный вопрос – это не как обставить, там, не знаю, однушку за 300 тысяч рублей. Самый сложный вопрос – как обставить ту же однушку за миллион. Потому что за пять можно ее обставить шикарной итальянской мебелью и, в принципе, даже и до сих пор возможно. Там за какие-то более скромные, совсем скромные деньги ответ был всегда один – Икея. И, как бы, в общем, он был, и даже есть мысли, что останется. А вот в каком-то сегменте, где люди говорят, нет, ну, я не могу идти в Икея. Мне ничего там не нравится, мне ничего этого не подходит. Куда мне пойти, чтобы это была не Икея, но не очень дорого? Вот, как бы, в этой нише пусто. Ну, собственно, я не открываю Америки. Я думаю, что все, кто работает в области интерьера, в среднем сегменте, все это знают. Общий ПИД, индустрия гостеприимства. Почему у нас такие убогие гостиницы? Потому что действительно нет предложения в том сегменте, в котором они делаются. То есть либо это Икея, либо это паленый Китай, либо это просто не влезает в бюджет какого-либо отеля. Я только что была в Казани, в дорогущей гостинице, которая набита фейками. Набита фейками. Там лежит Том Форд, который стоит 16 тысяч. Он лежит просто в лобби, в темном углу, как бы на третьем этаже. И я, выйдя из номера, просто пролистала книгу, которая стоит 200 евро. Вот так вот просто. Ее можно, в принципе, даже унести с собой, если утащишь, она неподъемная. Но при этом там стоит фейковая витра и же с ним. Ну, как бы что, понятно, что на этих тысячах квадратных метров на витру нету там денег. Вот, поэтому мне кажется, что дизайн и раньше во многом был про, ну вот про это, как про идею. А сейчас ценность идеи возрастает просто, не знаю, в разы. А, кстати говоря, а про то, что, с чего вы начали, это, конечно, печальная история про производителей, которые и раньше крали, а теперь как бы собираются красть в этом самом, в космическом масштабе, да. Но все-таки, когда речь идет о потребителях, вот о частных потребителях, мне кажется, что ситуация с подделками, ну, не то, что переломлена, но она не такая печальная, как в случае с большими проектами общественного назначения, с контрактными так называемыми, потому что люди, которые, ну, знают, как выглядят там сумки Прада, вот они, в общем-то, уже и знают, как выглядит мебель витра. И им тоже, что называется, западло, как бы размениваться на какую-то ерунду. Но все-таки, я повторюсь, вот то, что мы обычно видим, как некий супердизайнерский продукт, это действительно и было всегда дорого, и сейчас будет еще дороже для того потребителя, который составляет основную массу потребителя дизайнерского продукта в России. Ну, не только в России, как бы в Европе тоже, но просто в Европе высший уровень жизни. То есть средний класс там, в принципе, зарабатывает, получает больше, поэтому может покупать себе иногда витру и иногда еще какие-то менее там пафосные бренды. У нас, как правило, нет. Но от этого запрос же никуда не девается. То есть людей, которые хотели бы купить себе что-то, ну, пусть одно, там какой-то один предмет в комнату, их много, какой-то такой классный, настоящий, вау. Мне дизайнеры интерьера говорят на последних лекциях, что, ну, конечно, нашим основным источником теперь будет Авито. Но как бы это печально или, не знаю, это смешно, но это правда жизни. И соревноваться сейчас, например, там, импортозамещая витру, мне кажется, не нужно. А то теперь мне два производителя с таким вопросом. Мы хотим производить именно российский дизайн, мы хотим делать что-то свое. Те, которые, между прочим, и там фейки закупали, еще что-то делали, привозили из Европы, а теперь они хотят сделать в России. И такой запрос есть и у Ольги. Мы подумали, что будет очень хорошо сделать такое matchmaking, как бы познакомить тех производителей, которые хотят выпускать с российскими дизайнерами новые продукты и дизайнеров, сделать такую профессиональную встречу, которая, возможно, из этого что-то получится у кого-то. Ну, а мы будем рады соединить всех и, собственно, это организовать. Есть же, может быть, кто-то пробовал, есть такое понятие, что мне первое в голову пришло – спид-дейтинг. Возможно. Но вот я как бы то, что я сказала, я чаще как-то слышала. То есть это, грубо говоря, свидание вслепую. Это встреча, знакомство, где людям дается, не знаю, 5 или 10 минут на общение, и дальше они пересаживаются по кругу. Но за это время можно задать важные, интересующие тебя вопросы, ответы получить и все такое прочее. Мы думаем организовать что-то подобное на самом деле. Вот еще есть вопрос. Здравствуйте. Я предметный дизайнер, и я же мастер. Наверное. Но спасибо за лекцию. Классно. И вот вы обозначили проблемы, но я, допустим, совершенно не знаю, куда мне девать. Я вот через месяц примерно закончу первую такую серьезную свою вещь. Вещь, вещь первую. Да, я совершенно не знаю, куда ее деть. Да, дизайнер сделал вещь, не знает, куда ее деть. Я бы хотела сказать, что вы пришлите в музей дизайна. У нас есть в экспозиции современный раздел. Если это какая-то очень классная вещь, мы, по крайней мере, поставим ее на выставку. Спасибо большое. Я соглашусь. Спасибо, но я хочу зарабатывать ее деньги. Вот. Что делать? Окей, все. Спасибо. Я, знаете, у меня есть пример такой вот из недавнего достаточно прошлого, ну, еще до ковидного, но все равно пример, я думаю, рабочий. Когда на салоне Сателлит в Крокусе такая выставка молодых дизайнеров, которую организовывали итальянские мебельщики, вот эта мебельная выставка и салоне, вот, по-моему, последней, которая состоялась, была работа дизайнера, которая вызвала очень много каких-то улыбок, интереса, вопросов. Вот. И как-то было сразу понятно, что она выбивается из общего контекста, что она не такая, как все, похожа на что-то необычное такое. И поскольку я там член жюри была много лет, мне было сразу понятно, что никакого приза эта работа не получит, потому что все-таки это мебельная выставка, большая часть членов жюри – это практикующие там итальянские дизайнеры, мебельщики, владельцы компаний мебельных, а тут какой-то такой пузырь из войлока странноватый. Но абсолютное было ощущение, что вещь вау, вообще такая крутая вообще штука, невероятная. Ну, я, конечно, познакомилась с парнем, он оказался врач из Томска, который первый раз вообще выехал из Томска с этим фетровым пузырем. И вот там, по-моему, каждый второй, если не каждый первый, кто подходил к нему, они спрашивали, сколько стоит, и можно ли купить. А он не знал ни цену, и не готов был продать. И меня очень волновало, что будет с этой вещью после того, как выставка закончится. Мы с ним там созвонились очень быстро, через несколько дней. Я там его, по-моему, спросила сама, написала ему где-то, где вы и где эта штука. Ну, то есть куда она делась? Я вообще честно думала, что он ее продаст. Потому что как-то за пять дней или за четыре дня выставки сформирует какую-то цену и устроит аукцион среди желающих. Но он ее не продал, они ее поставили в витрину. То есть девушка там одна, по-моему, директора магазина или хозяйка магазина, склонила его к тому, чтобы поставили ее в витрину и так далее. Ну, в общем, вот многие знают о дизайнере, которым я говорю, и здесь сидит в последнем ряду производитель, который производит его вещи. Может быть, я не знаю, для нее эта история не такая радужная, как она выглядит со стороны. Но во всяком случае, в течение года он переехал в Москву, в течение двух, наверное, да-да-нет, наверное, в течение года была запущена какая-то линейка его мебели. Это не высокий тираж, потому что вещи его достаточно сложные, такие художественные. Его зовут Тарас Желтышев. Многие, кто в этой области, знают его. Ну и я видела совершенно противоположные примеры, совершенно противоположные. На этой же выставке, то есть на этом же салоне с отеля, это годом или двумя, или тремя раньше, была работа, которая заняла первое место. Я не помню, к сожалению, фамилии автора. Это была девушка Кирилл, ваша выпускница, которая победила с зеркалом с зеркалом и полочкой для ванной. И в тот год членами жюри был Массимо Йоза Гинни, Кристина Челестина, кто третий, не помню, но кто-то из таких больших имен итальянского дизайна. И она получила первую премию. И это был, в общем, достаточно простой объект. Действительно, это было зеркало с металлической полочкой, был светильник, который был в зеркало заподлицо вмонтирован. То есть часть была, я так понимаю, не зазеркалена, а просто оставлено стекло. И когда я спросила у Кристины Челестина, почему, а я видела, ну, по долгу службы, я видела ведомость, куда были сведены оценки. Эта работа получила десятки, ну, там, не знаю, 9 из 10 или 9 из 12 судей, например. Она получила 10 баллов. Когда я спросила у Кристины Челестина, почему ты поставила ей 10 баллов, она сказала, ну, во-первых, это вещь, которую можно продавать хоть сейчас. А во-вторых, она так подумала и сказала, такое я могла бы сделать сама. Ну, вы понимаете, наверное, какого вообще размера комплимент. А когда я спросила девушку, во-первых, я спросила у нее, какова себестоимость этой вещи. Сказать, что она блеяла, я не могу. Вот ответ на этот вопрос. Я ей обрисовала за 10 минут все, что она должна сделать. Что она должна найти или спонсора, или инвестора, или уговорить папу, чтобы он ей дал денег. Изготовить 10 прототипов, определить на них продажную цену, обойти все сантехнические магазины, повесить это все на экспозицию, ну, и так далее. Она ничего из этого не сделала. На вопрос, это было дело в октябре, я у нее спросила, чем вы занимаетесь-то после института. Она сказала, ну, я же только что закончила. Вот я про что? Я про то, что для того, чтобы вы могли продавать то, что вы делаете, вам нужно понять, как выглядит ваш покупатель. Ну, то есть себестоимость вы, наверное, знаете. Цену определить вы можете. Ну, тогда вы должны посчитать свой прожиточный, даже не минимум, а оптимум. Разделить на количество, или умножить на количество месяцев, или дней, или чего-то, которое вы потратили на эту работу. Понять, сколько вы можете таких изготавливать в течение месяца, года, и, соответственно, умножить, разделить, прибавить к себестоимости продукта. И дальше, собственно, определить, в какой категории он находится в связи с этим. То есть если это какой-то эксклюзивный, получается, очень дорогой объект, то вы должны искать галерею, скорее всего, или дизайнер интерьера, который будет продавать это для вас, за вас, для своего клиента. Ну, потому что, вот смотрите, самый простой, наверное, механизм, который всем известен, есть компания-производитель, она заказывает вещь дизайнеру, она ее получает от дизайнера, производит, и она ее посылает в магазины ритейловые напрямую или через цепочку каких-то дистрибьюторов, оптовиков, но эта вещь доходит к покупателю через магазины. Покупатель приходит в магазин, он ее видит, и он ее покупает, конечный покупатель. Это характерно для тиражных, серийных предметов, у которых, ну, относительно какая-то невысокая цена. Ну, относительно невысокая, это понятие там растяжимое, но это что-то, что человек может прийти и купить сам. Это вещь, которая говорит сама за себя, ее не надо продавать, ее не надо объяснять. Вот людям нужны тарелки, они покупают тарелки. Вот нужны стулья, они покупают стулья. Вторая, ну, вот эта, как бы, линейка состоит в том, что вот есть дизайнер, он это дело произвел, изготовил, заказал ему, сделали или сделал сам, он это как-то реализовал. Эта вещь дорогая, она авторская, она уникальная, она, возможно, вообще неповторимая, если это ручная техника, или она повторимая только его руками, например, или она повторима только в малом количестве, соответственно, у нее все равно дорогая цена. И дальше в ней, ну, в ней есть вот эта, какая-то философия, в ней есть какой-то, какой-то именно художественный такой аспект высокий. И, соответственно, она становится предметом интереса людей, ну, как бы более обеспеченных и с большими, ну, запросами, скажем так. Соответственно, у нее совершенно другие каналы дистрибуции. Она не попадает в магазины розничные, где ее купит человек, пришедший с улицы. Она для него слишком непонятная и слишком дорогая. Либо такие вещи попадают в галереи, куда люди приходят априори, покупать или смотреть предметы дизайна и относясь к ним как к предметам искусства. То есть это люди уже другого социального слоя, с другой, с другим уровнем доходов, расходов и прочее. И они ищут что-то вот такое необычное. И они покупают либо через галерею, либо через какое-то такое артовое пространство. Сейчас, в принципе, есть какие-то такие практики, когда, например, это шоурум или офис или отель, и там продаются картины. А иногда там квартиры в аренду такого хорошего уровня, в которых написано все, что вы здесь видите, можно купить. То есть это какие-то другие каналы продаж. И они такие более сложные, где для того, чтобы продать эти дорогие вещи, вам нужен посредник, кто-то должен создать флер вокруг этой вещи. Ну, то есть там включаются некие маркетинговые инструменты, и вы должны эту картинку себе представить и вот эти пути как-то для себя обрисовать. Но, в принципе, здесь нет ничего невозможного. Можно только изобретать в рамках уже существующего. Можно изобретать какие-то новые способы продвинуться через интернет, через соцсети. Они тоже уже не новые. Но они есть и они работают. Поэтому тут надо что-то делать. Вообще главное что-то делать. Товарищи, как бы сидеть, закукливаться, вот это вот накрываться белой простыней. Ой, ну, не надо, рано еще. Самоубийца всегда успеем, если вдруг. Оль, спасибо огромное. Это очень такая хорошая, позитивная ночь. Действительно такая речь, что надо что-то делать. И весь рассказ сегодня, как я услышала, он был о том, что нужно быть активными, нужно себя продвигать, нужно этому учиться, и учиться на примерах успешных в том числе. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем Ольге. Спасибо.